ассалам алейкум всем доброй ночи ну что уважаемые друзья вот опять хочу рассказать вам о том что у нас происходит на фронте прошел еще один день с момента нашего вчерашнего общения скажем так моего отчета значит за вчерашнюю ночь отряд аида подбил у нас один ббм бронированную машину значит за сегодняшний день тоже один ббм но на нашем направлении в общей сложности подбито несколько единиц техники но и надо отметить что уничтожено очень большое количество противника противник всеми своими фибрами усилиями пытался у нас сегодня продавить тот участок где мы находимся тут появился новый батальон восьмидесятой бригады он сегодня очень сильно пострадал если что можете приехать попробовать забрать то что осталось от тех кого отправили для того чтобы штурмовать позиции наших ребят вот но придется их пособирать наверное к сожалению так зря губят украинцев воюют тогда последний украинцы поэтому тема такая вот такая ситуация что особых изменений у нас не произошло линии боевого соприкосновения только то что противник пытается всячески продавить тот участок где мы находимся и несет очень большие потери но кроме этого всего я бы хотел вам сейчас рассказать еще одну историю я думаю что с данными этого парня я выйду на руководство ближайшие дни значит буквально неделю где-то назад или больше если вы помните через аида мы выводили суд же ребят среди которых было 18 по моему срочников вот этот отряд у нас выходил на русскую конопельку вот по связи с нами мы связывались там с ребятами на месте на них их вывели там были и мирные жители и раненые другое другое вот получилось что эти ребята вышли и их отдали в их часть но мне хочется рассказать вам историю как получилось что эти ребята вышли живыми суд же у этих ребят был командир взвода такой же срочник как они но он был командиром взвода он их вывел получается с пограничных постов и последствия нас позиции вывел в саму суджу и они зашли в один из домов и когда укропы увидели что они зашли в этот дом они начали штурмовать этот дом забрасывал его гранатами этот парнишка получается этим ребятам он сказал уходите через заднюю дверь чтобы они ушли оттуда и сам сказал что он их прикроет и на протяжении 10 что ли минут он был бой отбивая противника и насколько я понял в этом бою погиб почему я это сейчас вот сюда записываю для того чтобы вы еще раз услышали о чем я говорю можно быть срочником и быть героем тешить себя тем что я срочники или я там колхозник или а там еще кто-то и думать что если я вот срочник не воевать вообще не нужно это не из-за того что я считаю что срочников надо отправлять на пук на какие-то боевые действия а к тому что если уж настал такой час то можно быть срочником и быть героем вот этот парень он для меня герой потому что он прикрыл этих ребят эти ребята сумели выйти из этого окружения живыми и здоровыми они прибились к другим подразделениям которые выходили оттуда с ними сумели оттуда выбраться живыми я считаю что вот таких ребят мы должны помнить они должны быть примером для других таких же срочников как и они чтобы они на них равнялись я так думаю что если в нашей стране есть такие достойные ребята которые могут пожертвовать своей жизнью ради того чтобы помочь своим товарищам погибнуть спасая жизни этих ребят значит наша страна она находится на подъеме они в упадке поэтому всем тем кто считает что у нас все плохо не думайте все что нам не спасывает бог является нашим испытанием испытание нам шлет бог для того чтобы мы очищались и если мы будем очищаться чем чище мы будем становиться чем ближе мы будем становиться к богу тем больше у нас будет победа это самое важное пусть всевышний сделает так чтобы мы были к нему ближе чтобы мы были чище чтобы мы верили в него больше и отдавались полностью его власть. Все, что происходит, на это есть воля Всевышнего. Ему мы поклоняемся, ему мы отдаемся и ему доверяемся. Поэтому он нас никогда не бросает. Ахмад Сила, Россия мощь, Булгидин, Аллах Акмар.